Серовским сыщикам удалось не только выйти на след, запечатлив в гипсе подошву злодейского ботинка предположительно 43-го размера, но и пленить обладателя той обувки Герострата Сирийщика, который этой зимой держал в страхе местных дачников в декабре и в январе в поселках Медянкина и Энергетиков и днем и ночью. Сгорали частные домики в коллективных садах, на пепелище криминалисты неизменно находились следы поджогов, но пироман Сирийщик уходил от возмездия. Полицейские расспрашивали жильцов окрестных домов, тех, что круглый год живут возле этих самых коллективных садов, пересматривали записи с видеокамер, установленных на дорогах, ведущих к колсадам, слали ориентировки и предполагаемый поджигатель дачных домов попал-таки в невод силовиков, потому как имел судимость и за кражи, за грабеж и вандализм. На допросе 36-летний местный мужик сознался в четырех поджогах, заявив о том, что он конкретно никому не мстил, и красного петуха подпускал, выбирая домики наугад, вероятно, те, до которых легче ему было добраться по глубокому снегу. Сыщики по фактам злодеяний огнепоклонника-сирийщика возбудили четыре уголовных дела, которые теперь, вероятно, будут объединены в одно. Их фигурант до суда пробудет за решеткой. В настоящее время по всем установленным фактам следственным отделам полиции Серова возбуждены уголовные дела, предусмотренные частью второй статьи 167 Уголовного кодекса Российской Федерации. То есть это умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества путем поджога. Фигурант отрабатывается на причастность к совершению аналогичных преступлений и находится под стражей. К слову, 15 января, как сообщали сировские СМИ, под городом в Колсадах райсельхозтехники и энерголесокомбината средь бела дня и с разницей всего в полчаса сгорели два садовых домика. Был ли к ним причастен пойманный сирийщик, доподлинно неизвестно. Но урон дачникам от его спичечных проделок весьма существенен. От 200 тысяч до полумиллиона в пересчете на каждое сгоревшее садово-выгодное строение. Серовского гирострата ждет, скорее всего, свидание с псчаторами. Субтитры создавал DimaTorzok